Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Я рада приветствовать всех, кто смотрит нас на канале Россия-1. Сегодня мы с вами немножко попутешествуем. Отправимся в Урубский район, побываем на берегу Белого моря и поговорим о важности сохранения народных традиций. Но обо всем этом после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии облачно, ночью преимущественно без осадков. Днём местами осадки, дождь и мокрый снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. В горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3-8, в горах минус 8-13. Днём 0-5 и местами 0-5 градусов. На дорогах Гололидица. В Черкесии облачно, ночью без существенных осадков. Днём небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6-8, днём плюс 1-3 градуса. Ну что, друзья мои, соскучились за тёплыми деньками? Ну и то сказать, осень нас всё-таки побаловала. И тёплой погодой, и своими яркими красками. Не то, что сейчас. В такую погоду, когда за окном сырость, туман, выходить из дома не хочется. Хочется укрыться тёплым одеялком и посетить где-нибудь у тёплой печки. Так, чтобы дрова потрескивали, на огонь смотреть. Ну, печку я вам не обещаю, а вот к костру пригласить могу. Здравствуйте, друзья! Мы находимся на берегу реки Уруб, около станицы Преградной. И сегодня мы будем готовить настоящий кубанский казачий борщ. А помогать его нам будет, вернее, руководить процессом, будет настоящая казачка Виктория Усова. Виктория родилась в Преградной, умеет не только готовить, но и много чего другого, о чём мы сегодня обязательно расскажем в нашей программе. Виктория, у меня к вам такой вопрос. Ну вот борщ. Традиционный набор овощей, да? А чем отличается в таком случае он от украинского? Я думала, может быть, что-то такое особенное будет. А, в принципе, обычный набор. Для борща, в принципе, ингредиенты те же самые, что и для украинского, но плюс-минус. Есть свои отличия. Но основное отличие от украинского борща, это в том, что украинский борщ, он ярко такого насыщенного свекольного цвета. А борщ по-кубански, казачий борщ, он, в принципе, может быть и без свек. Или, как у нас говорят, свекла, бурак, буряк. Буряк, да. Буряк. Поэтому это как бы такое, ну, основное отличие в цвете. Ещё также основной, именно казачий борщ, основная особенность его, это то, что там используется фасоль. Ну, или, как у нас раньше говорили, квасоль. Квасоль. Так что борщ с квасолью у нас будет. Также ещё борщ у нас кислят, ну, либо добавляют напополам свежую квашеную капусту, либо летом в сезон алычой можно подкраслять. Лубанский борщ, помимо такого насыщенного, такого даже оранжевого цвета, он ещё бывает такой, что вот ложка стоит, как говорится, такой густой. Понятно. Поэтому вот, в принципе, такие основные... Ну, потому что будет вкусно. Самое главное, что будет вкусно. Ну что, приступаем? Приступаем. Первым делом разрезаем нашу грудинку на несколько частей. Готовить-то мы будем не наказывая печки, а на костре. Так быстрее сварится. Вместе с мясом кладём и предварительно замоченную фасоль. Она тоже варится долго. А мы тем временем с Викторией займёмся зажаркой. Виктория, а скажите, вот кто вас научил готовить настоящий казачий кубанский борщ? Ну, больше сквасолью у меня всё время готовила бабушка. Которая вас и петь научила, да? У нас и бабушка, и её сестра, и прабабушка, они очень хорошо пели. Я как-то... Я раньше не пела. Я петь начала, когда пошла в хор. Хор? Да. А, кстати, друзья, я забыла вам сказать, что наша Виктория, она же поёт в казачьем хоре, который называется... Народный казачий хор урубчане. Урубчане, вот. Отличный хор. Вот. Так вы до этого вообще не пели, что ли? Нет. Как это? Ну, вот как-то не пела. Слушала только бабушку, просила её спеть. Она пела очень хорошо. Она мне привила и любовь к народной песне. Мы всё время с ней слушали и кадышевую, и казачьи песни. И бабушка сама пела очень хорошо. А есть любимая песня, которую вы... Ну, особенно вам по душе? Мне очень нравится именно исконная казачья песня. Мне нравится песня «Не для меня» или «Не для тебя». Ну, как я её люблю. Давайте споём? Давайте. «Не для меня придёт весна, не для меня дон разольётся, и сердце девичье забьётся. С восторгом чувств нет для меня». Ну да, это такая песня красивая очень, но немножко грустная. Мы с друзьями, у нас друзья все казаки практически. И когда мы собираемся на праздники, дни рождения, у нас обязательно баян. Обязательно. Потому что наш друг Виктор Мельников учился в Институте культуры в Краснодаре. Он сам потомственный казак. И вот он играет обязательно на паяне, а мы поём песни. Ну, это немножко... Песня замечательная, конечно, но мне кажется, она чуть-чуть грустная. Для сегодняшнего мероприятия предлагаю спеть повеселее. Например, «Пчёлочка золотая» споём, знаете? Споём. Ну, давайте. «Ах, пчёлочка золотая, а что же ты жужжишь?» Жаль, жаль, жалко мне, а что же ты жужжишь? Ну, вот такая песня, друзья, очень поднимает настроение. Так, а морковку мы тоже кубиками, да, режем? Можно на тёрке, но так как в походных условиях тёрки нет, мы режем кубиками. А вот лук, я смотрю, Виктория, это вот необычный же лук, не такой, который в магазинах продают. Это который вы сами, наверное, выращиваете, да? Ну да, это домашний лук. Домашний, сразу видно. Ну что, свеклу теперь, да? Да. По поводу газа, что я хотела вас спросить. Вот с одной стороны газ, это, конечно, хорошо, это быстро, экономно, удобно. А с другой стороны русская печка, да, печка, когда дровами топишь, когда они трещат. У вас газ или вы дровами еще топите? Мы еще топим дровами, пока мы газ не провели. Здорово, ой, как хорошо. Нет, ну для вас, наверное, не очень хорошо, для нас экзотика. Ну да, получается зимой очень так хлопотно с дровами, особенно если куда-то уедешь, на пару дней приедешь, уже холодно. Ну да. А так, конечно, когда дрова трещат, это очень интересно. Я еще застала у прабабушки русскую печку. Ух ты! Очень любила на ней лежать. А, я тоже знаю, что такое русская печка. А еще в русской печке очень вкусные делали пироги. Тоже, кстати, казачьи пироги с сухофруктами. А, с сухофруктами, да? Да, с яблоками сушеными и груша, дичка. Варили узвар, а начинку, то, что оставалось, ну, узвар компота с сухофруктов. А начинку использовали как для пирогов. Ну, вернее, яблоки, груши использовали как начинку для пирогов. Получается безотходное производство и очень вкусные пироги. Ну, да, дичка, она же такая ароматная, ароматная. Виктория, а у вас сейчас русская печка не сохранилась, да, я так понимаю? Нет. А кого-нибудь в селе есть интересного в станице русской печки? Есть, но мало. Мало, да? Есть мало у кого. А давайте найдем, да приготовим что-нибудь уже такое казачье. Как думаете? Я за. Я тоже за. Ну, осталось дело за малым, найти человека с помощью печкой и уговорить его. Да. Давайте придумаем, что приготовим, да? Выкладываем на сковороду нарезанный лук и ждем, когда он подрунянится. Затем отправляем туда морковь. Последний закладываем свеклу, или, как говорят казаки, буряк. Теперь можно заняться картошкой. Оно у Виктории домашнее, выращено без всяких химикатов, разварится быстро. Виктория, а как пришла вам идея и желание заняться вот именно туристической сферой, стать гидом? Вы где-то учились? Ну, у меня с детства я любила куда-то пойти, что-то исследовать, посмотреть. Ну, к сожалению, особо в студенчестве возможности не было, потому что как-то у нас все были безвылазные. А потом, когда я как раз жила в Санкт-Петербурге, я нашла там друзей, именно вот, с которыми мы ходили в поход, походников. И я решила заняться этим профессионально. Я окончила школу инструкторов. У меня есть удостоверение инструктора-проводника. Да, там я училась. Получила удостоверение проводника. А скажите, Виктория, вы нацелены сейчас работать, развивать туристические маршруты в Санкт-Петербурге или все-таки у себя на родине в Карачаево-Черкесе? Что-то главное для вас? В Санкт-Петербурге там уже, как говорится, все открыто. А здесь мы, я как раз вот приехала, мы сейчас общались с моим знакомым очень хорошим, как раз по поводу открытия базы гостиницы на Пхие, в Круглик. Мы там хотим сделать гостиницу, но не просто как бы очередную, мы еще хотим помимо этого поставить русскую печку, печь хлеб, пироги именно по старинным рецептам, картошку, борщ готовить именно в этом, в русской печи. Виктория, какая вы умница! Слушайте, если вы это сделаете, мы обязательно к вам приедем в гости и все это снимем, хорошо? Будем только рады. Боже мой, представляете, друзья, в русской печи, вот ты побывал на Кислах или там какие-то перевалы, в Южный Слон сходил, а потом приехал в гостиницу, а тебе тут хлеб из русской печи, картошку. А картошка, кстати, это как это вот, как вы ее готовить будете? По казачьи? По казачьи, да. Это казачья кухня, да? Да, именно казачья кухня и по рецептам, которые я вот узнаю у старожилов, как готовили у нас дом в семье, плюс еще спрашиваю в станице, изучаю рецепты. Виктория, а вы говорили, что вы еще продолжаете учиться и работаете в Санкт-Петербурге, да, где-то? Да, я сейчас дружусь с поваром в Санкт-Петербурге, в Казачьем Крестово-Звиженском соборе. Я там готовлю как раз тоже блюдо из традиционной казачьей кухни. Борщ с квасолей. Ага, который мы готовим. Да, который мы готовим. Борщ с квасолей. Это мое такое любимое коронное блюдо. Вареники готовила один раз. Вареники с картошкой. Потом картошку по казачьи тушила. Они довольны. Ширя, а скажите, вот вы столько лет прожили в Преградной, и когда вы вот с друзьями общаетесь, вам есть что рассказать? Ну вот из интересных фактов, чуть ниже по течению реки Уруп есть Васильева пещера, чуть ниже станицы Преградной. И там, по легенде, ну как прятался полк солдат, вернее, белогвардейцев под руководством Васильева. Говорили, что там с ними была женщина, девушка, дочка этого Васильева. И вот рассказывали, что в 90-х годах она приезжала сюда в Преградную. В 90-х? Да, в 90-х. Уже будучи в пожилом возрасте, она прошлась по местам, где прошли ее молодые годы. И тоже рассказывала, что вот как раз она понравилась там чекисту какому-то. И он попросил ее руки у отца. И у этого Васильева стал такой сложный моральный выбор. Либо оставить дочку в живых, но дать врагу, либо отказать, но тогда дочка погибнет вместе с ним. Он решил поступить как отец и все-таки дочку отдал в жены этому чекисту. Это мне рассказали местные жители. Ну а их, скорее всего, расстреляли, да? Да, да, их увезли и всех расстреляли. Однако вернемся к нашему борщу. Ах, как пахнет наш бульон! Быстрее бы уже борщ сварился. На свежем воздухе аппетит что-то разгулялся. Картошку положили, теперь займемся нашей зажаркой. Добавляем в нее томатную пасту и молотый перец. Ну вот, дело движется к концу. Можно закидывать в наш борщ последний ингредиент. Ох, и пропахнем же мы с Викторией дымом. По-моему, нами можно будет закусывать. А вот в Санкт-Петербурге мы вот такой борщ готовим. Я понимаю, почему не людям нравится, да? Но там же мало натуральных продуктов. Какие там продукты? Вам нравятся? Нет, вот очень большая проблема в Санкт-Петербурге, то, что там практически нет таких натуральных продуктов. Так как у нас здесь, наоборот, очень много всего пропадает. Та же самая и аллыча, и абрикосы, и яблоки гниют. А в Питере, наоборот, нет нормальных продуктов. Вот я как раз сейчас договорилась там в одном месте, в одной лавке, куда буду поставлять продукты. Ну, в общем, будем рекламировать Северный Кавказ. Конечно. Вот так к нам приезжают, видят, какие у нас люди, какие у нас продукты. Продукты попробовали, сказали, а поедем мы в Карачаево-Чуркишку, посмотрим, где это. А тут-то есть на что посмотреть. Конечно, очень много всего интересного. Тем временем наша зажарка как следует протушилась. Выкладываем ее в котел. Борщ по-кубански, ложка стоит. А у нас же будет еще грудинка. Достаем мясо и разрезаем на небольшие кусочки. Затем отправляем в борщ. Ох, красота! По-моему, мы не зря старались. Это будет очень вкусно. Ну, а пока борщ доходит, у нас с Викторией фотосессия. Мы же девочки все-таки. Ой, точки набежали, ветер подул. Мы в горах. Хорошо, что борщ готов. Можно и за стол. Боже мой, какая красота! Мы долго готовили, готовили. И наконец мы приготовили. Так, мне самое интересное, что у нас получилось. Сейчас попробуем. Какой вкусный! Не зря мы старались. Не зря это было так долго. Вот это борщ, вот это я понимаю. Ну что, дорогие друзья, скажу им, готовьте борщ на костре, а не дома у себя. Потому что у нас получился не борщ, а пальчики облизишь. И сегодня героиня этого сюжета у нас в гостях. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, Ольга! Рада вас видеть! Наконец-таки вы приехали в Карачаво-Черкесию. Виктория, вы больше живете в Санкт-Петербурге. Ну а скажите, борщ там казачьи готовили-то? Конечно. Я же чудилась поваром при соборе. Ну мне просто был такой период, хотелось поработать, подчередиться в храме. Но так как я люблю готовить, умею, я пошла поваром. И как раз я готовила борщ. Именно традиционный казачий кубанский борщ. Виктория, ну вы живете в Санкт-Петербурге. Не просто вот вы живете. Я знаю, что вы, смотрю ваш статус, да, вашу страничку в соцсетях. Вы очень часто путешествуете. А где вы в последний раз побывали? В последнее мое путешествие, это было... Ну, я много путешествовала, потому что я длительное время организовывала путешествие по России. И на Кавказ сюда привозила, и на Алтай мы летали, и по северо-западу, Псковская, Новгородская область, Карелия. А последнее мое путешествие было... Это не я организовывала, это мне повезло, очень сильно повезло. Я попала в экспедицию, в настоящую экспедицию, которую проводила ведущая на хореограф России Емельянова Галина Владимировна и ее ансамбль «Белозерие». И это было, конечно, незабываемое путешествие, которое во многом, не скажу, что поменяло мировоззрение, но очень много мне дало. А где-то вы побывали? А мы побывали на Белом море. На Белом море? Там же холодно. Вы знаете, я так как сама южанка и теплолюбивый человек, я взяла с собой кучу теплых вещей, я думала, что ехала как на Северный полюс. Но было там... Мы выездили в июне, в середине, как раз после июньских праздников вы ехали, было достаточно тепло. Вы приехали просто там поучаствовать, это что-то мероприятие, там же поморы живут, по-моему, да? Да, да, там как раз поморы. Но это потомки новгородцев, которые переселились на Белое море. И они сохранили свою самобытную культуру, так как они были оторваны. Получается, вот где мы были, в Арзуга-село, мы были в нескольких селах, но вот туда дорогу проложили буквально там несколько лет назад, не так давно, может, 10 лет, 15, я точно не помню, но не так давно. А до этого она была оторвана. То есть туда можно было добраться либо по воде, либо по воздуху. Как интересно. И они сохранили свою культуру, свой этнос, ничего не поменялось, да? Цель экспедиции была сборь фольклора и проведение свежего праздника северных хороводов в Кружане. Так как, ну, это как возобновление традиции, потому что на севере этих хороводов, праздник Кружане, он проводился каждый год. И вот, и свежий праздник, то есть приезжали со всех, как говорится, там, сел, городов. И вот сейчас как раз был такой же свежий праздник, куда приезжали коллективы из разных городов. Вот, в частности, Белозерия, Санкт-Петербурга, куда мне удалось тоже попасть. И с Нюнаксы были, с Умбы. Ну, в основном, конечно, с севера, с северные коллективы. Каждый коллектив выступал, то есть представлял свою песню. Потом все вместе водили хороводы. Был еще также смотр невест, тоже когда, как было в традиции, то есть, когда девушки, девушкам надевали, ну, как надевание венцов на голову. То есть девушкам надевали венцы, и под песню их водили вдоль, как говорится. А на них, как говорится, на них смотрели и потенциальные женихи, ну, как и родители выбирали там невест своим. То есть это русские традиции, да? Да, показывали, как это было в старину, да? Да, да. Показать, как это раньше было, и возродить эту традицию, именно таких праздников свежих, и именно вот исконных, традиционных, потому что то, что было, это именно вот исконная традиция, которая была раньше. Это не переделанная ни клюква, ни стилизация, ни то, что сейчас выдается за народную традицию, а это именно исконная, натуральная, которую собирали по крупицам, в экспедициях, вот. А вы собрали во что-нибудь такое уникальное? Да, мне как раз повезло. Мы были в гостях у местной жительницы в Арзуге. Именно как раз она поет в хоре, и она показывала, она пригласила к себе в гости, накормила, напоила, очень так душевно, радушно, рассказывала много о своей жизни, и она показала старинный сарафан, именно вот, который ей достался, как говорится, от ее предков. И я его надевала. То есть там, была как модель, на мне его фотографировали, смотрели. В общем, это, конечно, такое чувство, когда ты прикасаешься к традиции, именно вот надеваешь сарафан, которому сто лет. Это очень... Впечатляет. Да, очень впечатляет. Ну, их традиции севера нашей России, они отличаются от наших, да, северокавказских? Ну, вы знаете, как бы, основа как бы та, потому что вот я изучаю, если взять казачьи традиции, или вообще традиции там юга, то они во многом те же самые, даже бывают, и даже некоторые песни я находила, или игры, ну, там немножко отличаются слова, или немножко действия, но во многом оно совпадает. Совпадает? Да. Ну, это именно если брать исконную традицию, не то, что сейчас, вот. Но, конечно, и отличается, потому что север, это всё-таки более такие степенные, плавные, вот, неспешные. Чем южнее, тем как-то более... Темпераментнее, да, побыстрее музыка, всё. Понятно. Вот, даже мне самой. Бывает иногда очень сложно, так как я, ну, всё-таки, сама коренная южанка, и мне, вот, я всё как-то делаю быстро, стремительно, порывисто, а вот замедлиться, и именно, а вот северные хороводы, именно, они плавные, степенные, вот такое вот, умиротворяющие, как... И замедлиться, войти в этот, как говорится, ритм, и не сбиваться, мне бывает очень сложно, но осознанно сделав это... Понимаешь? Так приезжайте к Карачаевой Чурке, если возвращайтесь. Мы ведь с вами собирались приготовить уху из петуха, да? Да. Да? Вот приезжайте, будем готовить. Будем, с удовольствием. И песни петь будем. Будем. Спасибо вам огромное, Виктория, что приехали, заглянули к нам на огонёк, очень рады вас видеть. Быстрее приезжайте, будем вас ждать, хорошо? Спасибо, приеду обязательно. И уху из петуха мы сварим. Договорились. И в русской печке приготовим. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Желаю вам хороших выходных. До новых встреч в эфире.